В 2013 году уровень воды практически достиг отметки в 7 метров. Этот показатель остается рекордным до сих пор. В 2018 году вода поднялась на 3,5 метра, однако она продолжает пребывать. Сотрудники МЧС прогнозируют, что ее уровень увеличится минимум на 80 сантиметров. Однако волноваться не стоит. По словам главы администрации Рязанского муниципального района, приняты все меры для обеспечения безопасности местных жителей. Резерв запас продовольственных товаров, медицинских товаров, газовых баллонов, потому что многие газовые плиты. Также в селе будет дежурить участковый для обеспечения правопорядка и оператор газовой службы и электросети, которые будут устранять все возникающие неполадки. Дети также будут заняты. В период половодия их опасно отпускать от них. Для школьников разработана особая программа. И это только часть мер. Заключены договоры на перевозку людей водным транспортом, поэтому здесь у нас вопросов не будет. Решены вопросы с транспортом, который перевозит людей, тентованный, специализированный. Заключены соглашения с ГИМСом, если нам необходима будет помощь, они нам ее окажут. И с МЧС мы решили все вопросы, которые необходимы, по плавсредству нам будет оказана эта помощь. Проверить, как с половодием справляется село, приехал глава управления МЧС России Паризанской области Сергей Филиппов. В целом все мероприятия, которые были ранее приняты на комиссии по чрезвычайным ситуациям пожарной безопасности, главой администрации района выполнены и обеспечено все необходимое этих двух сел, даже если перельет эту резервную дорогу. Поэтому угрозы сильного подтопления мы не ожидаем. В настоящий момент сотрудники МЧС проводят мониторинг реки Аки. По их словам, по России наблюдается снижение уровня воды. Однако в Рязани ситуация складывается с точностью до наоборот. По прогнозам, пики половодия выпадут на выходные 14 и 15 апреля. В понедельник ожидается спад. Ситуацию без внимания оставлять нельзя. На контроль взяты все бесхозные мосты в области. А также принимают меры по самым поводкоопасным населенным пунктам. Ежегодно правительством Рязанской области принимаются меры для того, чтобы было меньше подтопленных мостов, меньше переливов дорог. Именно в том году построили мост в Шиловском районе, в этом году уже не переливает. В этом году выделены средства для проектно-смертной документации в Старожиловском районе. Правда, по словам главы администрации Рязанского муниципального района, постройка моста ситуации не сильно поможет. Стоит воде подняться выше 4 метров, как зальет и его. Поэтому нужно разрабатывать новые меры. А пока жители села Заукское-Коростово ежегодно готовятся к поводкам.